Доброе утро! У нас на связи Юлия Баранова. Юлия, доброе утро! Доброе утро! Юлия, какие песни прозвучат в этой концертной программе? Ой, песни знакомые всем с детства. Лично я на них выросла. Песни из репертуара Анны Герман, Майи Кристалинской, Гелы Великановой, Ларисы Мондрус. В общем, если вы услышите эти мелодии, сразу начинаете подпевать и пританцовывать. И уносит вас в прошлое. Хорошо, но песни — это одно из составляющих. А как же антураж, а как же костюмы, декорации? Всё, чтобы погрузить на 100% людей, которые будут и придут к вам на программу. Всё это будет присутствовать? Конечно. Вообще у нас такой формат некого квартирника, который располагает людей к прекрасному времяпрепровождению друг с другом. Мы всегда за то, чтобы люди пели, наслаждались и просто получали удовольствие от того, что они живут и находятся прямо здесь сейчас. И помимо песен также у нас в программе звучат стихи 60-х, 70-х и вообще того времени. Роберта Рождественского, Белла Эхмадулина, Игоря Северянина. В общем, программа интересная. Вот каждый исполнитель, воспроизводя песню, пытается привнести что-то новое, что-то своё. Вот как вы подошли к этому процессу? Пытались ли как-то осовременить, может быть, эти старинные песни? Каверочек сделать какой-нибудь там? Ну, возможно, чисто из-за аранжировок есть небольшие кавер-версии, но на самом деле мы постарались сохранить песни в их первоначальном звучании, потому что так они тепло сердце и сразу они людям вспоминаются. Если ты всегда делаешь какую-то кавер-версию, хотя нет, я обманываю, есть у нас пара вот таких небольших кавер-версий, но опять же такой в стиле 60-х, 70-х. Всё, в антураже выдержано. Не обманывайте, вы просто, ну, не договариваете, сохраняете интригу. Но вот всё-таки мне всегда интересно, почему очень молодые люди выбирают всё-таки больше к прослушиванию музыку 60-х, 70-х, 80-х. А где же вот сейчас наше всё, наше современное? А где же? Будет ли концерт, посвящённый Моргенштерну? Почему? Нет, на Моргенштерна не будет, даже Филиппа Киркорова у нас нет, хотя песни Аллы Пугачёвы у нас есть. Но почему? Я просто на самом деле выросла на этих песнях, и в первую очередь эти песни очень здорово петь. Такие прекрасные тексты, мелодии, которые просто хочется действительно воспроизводить и получать удовольствие. Вот я правда получаю огромное удовольствие, когда пою. Нет, ну действительно, мне кажется, там такая синергия происходит текста и гармонии именно вот в песне тех лет, потому что там через такую всё цензуру было пройдено, ну и те творческие люди, которые всё это делали, они делали в первую очередь, конечно, для того, чтобы остаться в истории. Ну вот я считаю. Конечно. А давайте прямо сейчас все вместе получим удовольствие. Вы будете петь, а мы будем этим наслаждаться. Спойте какой-нибудь отрывок вот из этой концертной программы, пожалуйста. А, я, конечно, я спою песню, которую тоже, опять же, все знают с первых нот. Проснись и пой, проснись и пой, попробуй в жизни хоть раз, не отпускать улыбку из открытых глаз. Пускай капризен успех он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой. Пой, засыпая, пой во сне, проснись и пой. Браво. Спасибо вам большое. Вот благодаря таким творческим людям в Нягоне, мне кажется, «Оттепер» будет всегда. Это точно. Да, приезжайте к нам, приезжайте к нам, мы очень-очень ждём. Не только жители Нягони, но и жители всей игры. Приезжайте в Нягонский театр юного зрителя на программу «Оттепер» или не только. Мы всегда вам всем очень-очень рады. Но таким чистым исполнением, это, мне кажется, лучшее приглашение к вам на программу. Полного, ну, с соблюдением всех, конечно же, правил вам зала. Ну и, конечно же, благодарного зрителя, ну и творческих вдохновений. Спасибо, что вышли с нами на связь.